Здравствуйте! И позвольте разжечь. Вы смотрите программу Политвестник ТВ «Третий мир». Сегодня мы беседуем с президентом Общероссийского союза «Россия без наркотиков» Владимиром Ивановым. Здравствуйте, Владимир Иванович! Добрый день! Приветствую вас! Мне нравится ваш канал, я смотрю и способствую его распространению. Он очень полезен для телезрителей. Мы к вам приехали, Владимир Иванович, с одним главным вопросом. Наркотики – это чума и 20-го, и 21-го века, которая накрыла сейчас буквально Россию. В каком положении находится сейчас борьба с наркотиками в России? По этому поводу я хотел бы сделать официальное заявление. Мало того, что об этом должны знать государственные структуры и правоохранительные органы, об этом должны знать люди, которых вводят за нос, декларируя о борьбе с наркотиками, с распространением наркомании. И вовсю обманывают главных лиц страны, включая президента, премьера бывшего президента. Обман на обмане. И я делал эти заявления. Нет канала российского телевидения, никто не записал бы вариации на тему этого заявления. Но, к сожалению, оно в эфир не выходило по понятным соображениям. Итак, очень часто на центральных каналах телевидения возникают обсуждения о легализации наркотиков в России. Возникают споры, эмоции, борьба, интернет взрывается. И о заявлениях сводится к тому, что наркотики в России были легализованы в 1990 году. Кто же их легализовал? Легализовала их власть, в то время Государственная Дума, которая приняла закон, изымающий из Уголовного кодекса ответственность за употребление наркотиков без медицинских показаний. В переводе на русский язык, покупать запрещено, принимать, хранить запрещено, а употреблять. И вот на эфире одного центрального канала я сижу рядом с наркополицейским, достаю сигарету, говорю, вот у меня сигарета с анашой, я ее употребляю. Мне, государство, и моим детям, и внукам это разрешили. И попробуйте меня арестовать. Ну, вам в ответ на это говорят, что в той же самой Голландии существуют заведения, в которых можно легко покурить легкие наркотики, марихуану и так далее. Наркополицейский в ответ на это сказал, что я пытаюсь рекламировать табак. Через две недели его уволили со службы после такого заявления, поскольку этот материал пытались вырезать из эфира и прочее. Разъясню, что значит легализация и чем это нам угрожает, и каким образом это парализует псевдоборьбу с наркотиками, которую якобы ведет государство. Дело в том, что хранить тоже можно, оказывается, но небольшие дозы. Для марихуаны это 4,5 грамма, это кораблик, спичный коробок, который наркоманы приносят в школу, около несколько миллиграммов героины и так далее. То есть при задержании любого человека с такими дозами он легален и не совершает преступления. Профилактика употребления наркотиков в первую очередь опирается на точное знание, кто же на самом деле разносит наркотики. Кто распространяет наркотики? Нет, не Черномырдин, который купил для Российской Федерации тонну кокаина, притом зная, что даже в экспериментах кокаин запрещен. Не Березовский, который инспирировал убийство Листьева, поскольку Листьев запретил рекламу того самого Солпадеина на Первом канале, которую проплатили Березовскому. А у вас есть подтверждение того, что Березовский причастен к убийству Листьева? Я не следователь, и мне никакие подтверждения и документы не нужны. Более того, я вам скажу, что если бы эти документы были, я бы их хранил, я бы не прожил больше 24 часов. Я уже убелен сединой, и делая подобные заявления, я оставляю профессионалам проверить версии. Версии о причастности Березовского к убийству Листьева несколько, и они давно и широко обсуждаются, и его клеймят позором. Но я опирался на оценочное мнение. В день, когда произошло убийство Листьева, я дружил с Владом. Я совершенно неожиданно увидел его в 6-часовом эфире на Первом канале телевидения. Он никогда из своих программ не выходил, а тут я вижу беседу с главным наркологом Минздрава СССР, и они обсуждают темы, и Влад достаточно горячо и эмоционально отстаивает точку зрения недопустимости рекламы наркотиков на телевидении. Я помню, кстати, его реплику в той программе, которую вы сейчас упомянули, когда Влад говорит, а если у человека нашли очень много наркотиков, а он говорит, а это мне на всю жизнь. Через 3 часа Влада застрелили. Березовский и поныне живет за углом концерна главного офиса Илла и Лили, который, собственно говоря, и производит этот Салпадеин, Кадылак, Петерчатки и прочее, которые, вы должны помнить, стрелы, бьющие точно в цель. Они действительно били точно в цель. Да они сразу, пока было раздолье морфина, героина, были деньги, легко было воровать на Салпадеин. Мало кто обращал внимание, но посмотрите, в какую катастрофу в конечном итоге эта реклама и последующая бездеятельность вылилась в связи с крокодилом. Теперь у меня второй вопрос. Буквально позавчера я приехал на станцию метро Комсомольская и увидел там стайку так называемых приезжих из Средней Азии, которые стояли рядом с полицией. И я увидел, что эти люди причастны к распространению наркотиков. Не полиция, разумеется, а эти приезжие из Средней Азии. Как вы прокомментируете? Полиция крышует распространителей наркотиков? К сожалению, нельзя говорить, что вся полиция. Но как в полиции, как в других департаментах правовых, есть люди, которые на этом зарабатывают бесконечные деньги. И выстроена целая система крышевания. Это не секрет, я об этом получаю очень много писем в интернете, звонки. Более того, если раньше я настраивал людей на активную позицию, раньше это 10 лет, 15 лет назад, а то сейчас в категорической форме, когда мне звонят родители ребенка и говорят, в нашем подъезде запах ацетона жуткий, ежечасное хождение наркоманов туда-обратно, совершенно определенно там варят наркотики, мы пишем заявление участковому в окружной околоток, меры не принимаются. Я говорю, остерегитесь, остановитесь. Это не ваша проблема. Терпите, в конце концов. Он терпел и нам велел. Но как терпеть, когда наркотики убивают людей? К сожалению, когда профессиональные люди в погонах органов внутренних дел, вооруженные, крышуют бандитов, тогда берите и сражайтесь с автоматами. По-другому я не могу брать ответственность и рекомендовать людям проявлять активную позицию в борьбе с вооруженными бандитами. Вот то, что мы делаем... Получается, что Евгений Ройзман прав, когда такими жесткими методами борется с наркоманией? Он не борется жесткими мерами с наркоманией. Если говорить о вкладе Евгения Ройзмана в антинаркотическую работу, то первое, что мне вспоминается... Это, кстати, баннер с салпадеином, который каплей появляется на кончике иглы, шприц, который является Останкинской башней, ему 18 лет исполнилось в этом году. Ройзман 4 года представительствовал в Государственной Думе, знал об этой проблеме, неоднократно я ему об этом напоминал, и мизинцем не пошевелил, чтобы даже поднять этот вопрос. Судите сами. В отношении того, что борьба с наркоманией ассоциируется с наручниками, я бы не сказал, что это преступление. Наручники, связывание, обездвиживание пациента встречаются в экстренных ситуациях в психиатрической клинике сплошь и рядом, но подмена этим способом иммобилизации человека и как бы уничижение его личности, обездвиживание, подмена известных программ, которые во всем мире существуют по реабилитации наркоманов, и успешные программы, и он выбирает самое злодейское, это тоже, в общем-то, я бы не сказал, может быть, даже, что от глупости, от лености. Он знал прекрасно и знает прекрасно, что в России существуют высокоэффективные программы по реабилитации наркоманов, которые не прибегают к насилию, которые исключают возможность физического воздействия на пациентов, но выбрал рекламно-плюсовой метод, вокруг которого разгорались споры. Я не сторонник, чтобы его судили и преследовали, тем более по уголовным законам, но методы, которыми он прибегает, включая последнюю истерику объявления о создании «Страна без наркотиков». Мы в Екатеринбурге объявили номер телефона, по которому со всей России будут собирать информацию о сбытии наркотиков, передавать нам, и я задаю, и что вы? Вы будете возвращать эту информацию в местные ОВД? Что это за страна без наркотиков? Что за профанация предвыборная? Это просто понадобилось в период, когда Прохоров его ангажировал в эту партию. Ну, нехорошего свойства, на мой взгляд, мягко сказанное. И я думаю, что больше насчет Ройзмана продолжать разговор не имеет никакого смысла. Владимир Иванович. Хотя я категорически против уничтожения даже таких борцов, может быть, не очень эффективных, государственной машиной, преследованием, формированием фиктивных уголовных обвинений и прочее. Это я не поддерживаю. И когда судили Бычкова, за 4 часа до вынесения приговора, обреченного чуть ли не на 12 или на 13 лет, я отправил Медведеву открытое письмо. Оно прошло на сайте. Я получил извещение, что оно прошло все фильтры. Честно говоря, я немножко удивился, что Бычкова просто отпустили, признав его виновным, но присудив его к условной мере наказание. Мне кажется, что без звонка кого-то, кто разобрался в проблеме, что это был замах на уничтожение всей общественной наркологической системы России, едва ли кто-то из общественников, если бы Бычкова посадили, а он не виновен на 12 лет о государственном здравоохранении, о государственной наркологии, я не говорю, потому что о ней просто стыдно говорить. Это та наркология, в которой до сих пор прокламируется необходимость лечения наркоманов в назначении психотропных средств тире наркотиками. Два слова, лечить алкоголиков пивом. К счастью, эта оторопь, без сомнения, бандитов, которые инспирировали эти преследования, без сомнения, Ройзмана и его команда мешает сбыту. Но, к сожалению, это не его профессиональная деятельность. Они не защищены, они не вооружены, они не обучены, они конкурируют с полицией. Вполне возможно, от безысходности. Я их понимаю. И во многом я готов был бы их поддержать, когда они выезжают в Сенганские отродья, которые сбывают десятилетиями наркотиками и пытаются их подвинуть с этой территории. Я целиком и полностью за это. Владимир Иванович, недалее, как сегодня, прозвучал приговор Таисии Осиповой. Что это? Борьба с распространением наркотиков или профанация, подверстывание и уголовное преследование за политические убеждения. Я уже упомянул позорных борцов с наркотиками. Ведь и Березовский, и Черномырдин тоже боролись с наркотиками. И Лужков, открывший 164 кислотных казино и дискотек, тоже якобы боролся с распространением наркотиков. Вот. Но это дело, когда совершенно определенно есть свидетельские показания, законные свидетельские показания о подбросе. Я не завидую той судье или мужчине, я не знаю точно, кто, чтобы так оголтело нарушить все законы юриспруденции, судопроизводства, нравственные, человеческие законы. И я не произнесу, к сожалению, это телевидение, тех слов, которые я должен был произнести, что должны были бы сделать родственники Таисии Осиповы, друзья Таисии Осиповы с этим судьей. Я вовсе не имею в виду убийство. Но сделать так, чтобы ее жизнь оказалась чернее черной, в угоду интересам преступников, в угоду интересов она осуждает невинного человека. Юриспруденция стоит, опирается на неизменимые киты. Классики юриспруденции говорили, возможно, не осудить 10 виновных, но невозможно осудить одного невиновного. Примерно так звучит этот постулат. Основа основ суда и производства. И совершенно очевидно, что Таисия Осипова не имела никакого отношения к наркотикам. допустили бы меня к делу, может быть, я нашел бы больше улик против продажных ментов, которые делали это дело. Да, Фрэнк Аль Капоне, сосед мой, был освобожден, два года его продержали за решеткой. Ему было подложено в штаны килограмм героина. Я сам не справился бы в этом процессе, пришлось пригласить Генриха Падву, он подключился к этому процессу, и мы выиграли процесс с оправдательным приговором. Было заведено 38 дел уголовных на продажных ментов, которые сфабриковали это дело. С этого начинались оборотни в погонах. С этого инцидента полыкнуло пламя над этими, и в какой-то момент земля под ногами не задрожало, но народ успокоился. Ну, во всяком случае, так представляется. Вот, остались разрозненные группы людей, интеллектуально, волевым образом обеспеченные, которые не хотят соглашаться с тем, что происходит в нашем государстве, несмотря на любой риск, которым они подвергаются. Но, к сожалению, это недостаточно. И, подводя к последнему вопросу, все это я говорил для того, чтобы люди вздрогнули, в России опять начинаются выборы. Выборы в Химках, поселковый совет, микрогород, там, я не знаю, что, провинция, приравнивание, приравненное к значимости федеральных уровней. Выборы еще не начались, с утра до вечера идут репортажи, обсуждения, намечаются драки, разноголосицы. И я обращаюсь к избирателям. Вы должны знать, что семь лет назад в этой части борьбы с наркотиками «Единая Россия», которую кличет с легкой руки Навального партии жуликово-воро, ворово, обмануло вас первый раз. Третьим пунктом предвыборных обещаний в программе партии «Единая Россия» было возвращение в закон ответственности за немедицинское употребление наркотиков и введение правовой нормы оказания медицинской помощи наркоманов без их желания, иными словами, принуждения их получения реабилитации. Второй раз «Единая Россия» эксплуатировала этот тезис на прошлых выборах. И не удивлюсь, что это же будет происходить и в городе Химке. Берегите своих детей. Лучше десять раз подумайте перед тем, как вы послушаете своего начальника, окрика командира, который предпишет вам в административном ресурсе голосовать против вас самих, себя, против ваших родственников, против ваших детей. Процветала похоронка, и будет похоронат, если мы не научимся правильно голосовать. Последний вопрос, он может быть несколько иезуитский, но тем не менее. Когда в стране не работают законы, каким образом можно бороться с наркомафией, не побоюсь этого слова, законными методами? Я бы не ставил перед собой и перед кем-либо вообще задачу неравносильной борьбы. Я никогда не выступлю в роли посмешища. В подарок наркомафии я написал первую в мире русскоязычную антинаркотическую сказку «Сладкая ловушка». Она сейчас практически во всех библиотеках Российской Федерации. Ее читают следующие поколения. Тест, который я вам подарил, можно я покажу? Тест для родителей, опубликован в 45 миллионах экземпляров. Это четверть населения России. Это тест, который показывает родителям, настораживает их, когда в их поведении появляется признак, могущий указывать на то, что ребенок подпал под влияние наркоманов или даже начал пробовать наркотики. Десятки тысяч выступлений в прессе, в газетах, в журналах с развенчанием лжи, лукавства как псевдоборцов с наркотиками, так и победной поступи наркотеррористов по России. Телевыступления. И я вам скажу, есть чем чему радоваться. В 96-м году, совсем еще недавно, в России насчитывали около 13 миллионов наркоманов. По какой-то команде все очень дружно забыли про это. ФСКН еще в помине не было. Только в 98-м году я написал докладную записку на имя правительства или 2000-й год, когда уже Путин был президентом о необходимости формирования комитета по борьбе с наркотиками, аналогичного комитету при президенте Соединенных Штатов. Я вздрогнул, когда Путин положительно отреагировал на эту инициативу, но комитет обозначил при МВД Российской Федерации. Как-то я очень удивился сильнее сильного. Но эта ошибка или расчет были через полгода исправлены, был сформирован отдельный государственный орган, который, к сожалению, ничем за эти годы существования. Да, кстати, я начал говорить о том, что в 96-м году 13,5 миллионов наркоманов. А сколько сейчас? Кстати, сколько? Кстати, вы так вот на громко к слуху начинаете передачу «Россия погибает, чума 21-го века, 30-го и прочее, прочее», выдавая людям вот эту огромную порцию страха и оцепенения. Не правда это? 2,5 миллиона наркоманов не насчитали в прошлом году официально по сравнению с 14-тью. И здесь я вас опрадую. Это успехи не государственной медицины, не правоохранительной системы. Это успехи общественных деятелей, грамотных людей, включая Ройсмана, потому что его публикации на эту тему грамотные и полезные. И, конечно, пресса. Без прессы ничего сделать было бы невозможно. Я вам скажу, я свое лицо на канале на экране телевизора видел 4050 часов. Это как у летчика-испытателя. Представьте себе, какое количество программ. И я думаю, что то, о чем я сегодня говорил, зрителям мне покажется не шуткой, не малозначимым, не еще чем-то, хотя, конечно, эта тема не исчерпана. Я рассчитываю на сотрудничество с вашим каналом. И время от времени, возможно, мы будем возвращаться к раскрытию этой очень болезненной темы, которая окутана многими слоями лжи, и потому люди как в потемках. И если я начинал с тезиса 21-й век без наркотиков, планета без наркотиков, то я пришел к тому, что я помогу вам и вам уберечь своего собственного ребенка в своей собственной семье, а вы научите своих соседей. И с наркотерроризмом не надо бороться. Мы его уничтожим голыми руками. Если наши дети не будут подпадать под влияние наркоманов, которые поступают в плешку, в гемо. Кстати, я советую Дмитрию Анатольевичу обратить бы на это внимание, потому что у меня состоялся разговор очень интересный с девочкой, студенткой второго курса. Это правнучка одного из наших величайших полководцев. Я не буду называть ее фамилию, она продолжает учиться в гемо, но она мне сказала в беседе, что Владимир Леонидович, вы знаете, что на всем моем курсе наркотик не попробовала я и сын Березовского. Это мгимо. Ну, это так называемая золотая молодежь. Вот, но, к сожалению, эти несуны, которые до сих пор уклоняются, которые считаются больными, несчастными, которым нужно сочувствие и понимание, каждый наркоман в течение года совершает 720 преступлений нераскрытых. Да, это кражи. А что от этого легче? Эти ручейки денег стекаются. Я помог государству закрыть казино. Смешная история, но это, думаю, отдельный сюжет. Я очень горжусь этим. Это был выбит чуть ли не последний костыль из наркоподпитки этого феномена. И последним гвоздем будет в гроб наркобизнес, наркотерроризм, и я это слово позорно не произношу, наркобизнес по инерции. Это возвращение нормы о принудительной изоляции больных наркомании, уклоняющихся от лечения и возведение в рамк уголовного преступления незаконное употребление наркотиков помимо или вопреки назначению медицинского работника. Вопрос наркомании на территории России после этого практически будет закрыт. Благодарю вас, Владимир Иванович, за содержательную беседу. Смотрите политвестников.